Всем привет, поговорим о пиве. Сегодня у меня на обзоре пиво Прага, это чешский пилснер по пивоварне Пивовар Симпсон. Крепость этого пива 4,7 объем бутылочки 0,5, стоимость такой бутылочки 1 евро 10 центов. Пивоварная компания Пивовар Симпсон расположена в чешском городе Будьюлице. Она была открыта в 1795 году и считается старейшей в регионе. Одно время компания планировала использовать для своей продукции бренд Будвайзер, но пивоварня Будвайзер Будвар не позволила это сделать. На такой короткой истории мы закончим. Приступим к дегустации пива. Специального бокала для этого пива у меня нет. Использую я другой бокал, тоже от чешского пилснера, но другой марки. Я думаю, вкус от этого особо так и не изменится. Давайте посмотрим на него. Пиво выглядит как типичный пилснер. Цвет пива золотистая янтарна. Карбонизация такая средняя. Пенная шапка плотная. Не совсем она такая белая, немножко желтоватая. Практически вся состоит из мелких пузырьков. И немножко рельефная. Довольно-таки стойкая. Аромат у пива. Немножко такой сладковат. И я ощущаю какой-то аромат таких цветов. Немножко цветочный аромат. Очень такой какой-то цветочный. И очень такой сладковат, как даже какое-то варенье. Я бы не сказал, что аромат сильно такой резкий. Теперь ему надо принюхаться. И он поминает какое-то варенье. Возможно, даже немножко медовый. Давайте попробуем его. Вкус очень похож типичному пилснеру, но отсутствует горечь. Исущая всем практически пилснеру. Например, те, что я пробовал. У них была такая горечь интересная. Не отталкивающая, а очень даже привлекательная. В данном случае она не то, что слабая. А она абсолютно отсутствует. Пиво очень приятное на вкус. Очень такое свежее. И очень-очень пивное. В нем ощущается немножко такого ореха. Очень напоминает миндаль. Очень так сбалансировано. Очень слабенький такой прикус миндаля. Ореха. Очень мягко обволакивает язык карбонизации. В послевкусе очень-очень приятное. Оно не то, что резкое. Пиво очень мягенькое, продолжительное. С поступлением кислорода оно так немножко увеличивается. И потихоньку ухасает. И очень плавно. Плавно так по всему рту. Пиво очень приятное на вкус. Если честно, даже трудно остановиться. Выпив его полностью. Залпом. Пиво очень вкусное. Оно очень приятное и очень вкусное. Отсутствие горечи не портит это пиво. Но и не дополняет его. Ее этой горчи как бы нет. Это неплохо. Но как бы и скорее всего и нехорошо. Хотелось бы. Хотелось бы ощущать какую-то горечь. Потому что как там. Это непривычно и странно. Пиво пился чешский. В этом случае, в моем случае, абсолютно без горечи. Абсолютно. Я не ощущаю абсолютно горечи. Также не ощущается алкоголь. Это очень хорошо. Я считаю. Потому что если бы еще не было горечи, пиво было бы. Немножко. Со вкусом алкоголя было бы, наверное, неприятно. Это пиво можно спокойно выпить перед обедом. Зайти в какой-то ресторан или бар. Заказать себе еды. И пока ее будут делать. Вы себе закажете бутылочку или бокальчик пивка. Выпейте перед обедом. И потом уже пообедаете. Также это пиво можно спокойно использовать, как такую запивачку еды. Желательно запивать этим пивом блюда куриные какие-то из курицы. Какие-то легкие салаты. Или с какими-то мягкими сырами. Пиво очень приятное, очень вкусное. Мне оно очень понравилось. Я обосторжен. Это пиво я при первый раз. Я уверен, что это не последний раз. Потому что пиво мне очень понравилось. И вам рекомендую его попробовать. Ну а у меня на сегодня все. Кому понравился мой обзор, подписываемся, ставим лайк. Не забываем нажимать на колокольчик. Увидимся в следующих выпусках. Пока.